Здравствуйте, это Рынки, я в студии Алифтина Пенкальская и сейчас представляем вам большой нефтяной выпуск. На Мосбирже продолжается эйфория, которую мы видели в последние дни, хотя сегодня она, конечно, намного более умеренная. К текущей минуте рублевый индикатор площадки растет всего на 0,2%. Но, тем не менее, вышел индекс Мосбиржи на отметку в 2400 пунктов. Ну и кажется, что в последние дни никто не обращает внимания на падающую нефть. А она, между тем, за последний месяц потеряла в цене около 10 долларов. Фьючерсы на Brent подешевелись с 83 до 74 долларов за баррель. Обращаюсь, кстати, к зрителям, которые смотрят этот выпуск на нашем YouTube-канале РБК Инвестиции. Напишите, пожалуйста, в комментариях, почему вы думаете, российский рынок игнорирует факт падающей нефти и растет даже вопреки. Вопреки нему не замечают или считают, что поводов для оптимизма больше, или возможно, что падение текущее фундаментально необоснованно. Пишите, пожалуйста, свое мнение. Причем, в целом, аналитики по поводу будущего развития ситуации настроены не так оптимистично. С утра читала опрос российских экспертов от агентства ТАСС. Так вот они считают, что мировые цены могут в ближайшее время опуститься даже ниже 70 долларов. Но, правда, к концу года есть вероятность, что они снова вернутся к отметке 80 долларов или даже 100. Но когда это еще будет, неизвестно. Между тем, мировые эксперты, в частности, аналитики Goldman Sachs, больше не ждут нефть по 100 долларов, как ожидали раньше. В этом году они снизили свой прогноз по нефтяным ценам и обосновали его возросшим риском рецессии в Штатах из-за банковского кризиса. Так, что же будет с нефтяными ценами и, соответственно, что самое главное, почему нас это все интересует с российским бюджетом, обсудим с экспертом. Но сначала поговорим не о мировой ситуации, а о конкретном случае, состоянии российских нефтегазовых компаний и разберем отчет Роснефти. И разбирать его будем с нашим гостем. К нам присоединяется Дмитрий Лукашев, аналитик нефтегазового сектора. Дмитрий, здравствуйте. Добрый день. В целом, Роснефть представила хороший отчет за 2022 год. Она обнародовала и финансовые показатели по МСФО, и операционные данные. Так, выручка выросла в годовом выражении чуть более чем на 3%, ебеда на 9,5%. Однако чистая прибыль сократилась почти на 8% к 2021 году. Основные причины этого сокращения чистой прибыли обозначила сама компания. Это передача активов в Германии под внешнее управление и курс рубля. Вот я обозначила основные параметры финансового отчета. Есть что-то еще в этих результатах, на что вы бы обратили внимание инвесторов и сделали какие-либо интересные или полезные для инвесторов выводы? Я, к сожалению, должен констатировать, что вы воспроизвели не практически все параметры этого отчета, поскольку сейчас большая часть финансовых нефтяных компаний не публикует свои финансовые отчеты, так как мы привыкли в предыдущие годы. Собственно говоря, и компания Роснив дала выручку, беду и чистую прибыль. Собственно говоря, так, как вы это и сказали. Более-менее в рамках того, что мы ожидали, по крайней мере по выручке и беде, по чистой прибыли они оказались даже чуть лучше, чем мы ожидали, особенно если смотреть отдельно на четвертый квартал. Ну, тут вполне возможно влияние каких-то не в то, что мы называем бумажными факторами. Ну, 22-й год, в принципе, год минувший. Инвесторы смотрят дальше. Какие, на ваш взгляд, перспективы Роснефти? Вот операционные результаты, которые она тоже обнародовала, в принципе, неплохие. Добыча углеводородов выросла на 2% в 22-м году. И вот что интересно, я бы отметила, что в конце прошлого года, в декабре, по-моему, компания раскрыла как-то структуру поставок и заявила, что доля азиатского направления в структуре реализации нефти достигла рекордных 77%. Соответственно, в основном, я так понимаю, что это поставки в Китай. Есть ли там потенциал дальнейший для роста или, скажем так, он уже фактически исчерпан? Ну, наверное, сейчас потенциал роста добычи компании, он, скорее всего, ограничен нашими какими-то обязательствами по отношению к странам ОПЕК. Будет ли это сокращение, уже анонсированное вице-премьером, мы до конца не понимаем, насколько мы видим, этого пока не происходит. С точки зрения именно поставок нефти на восток, к сожалению, наши транспортные способности отправить нашу нефть, которая большая часть во-прежнему добывается в Западной Сибири, на наши восточные порты и, собственно говоря, напрямую в Китай, они ограничены. И тут тяжело ожидать быстрого решения вопросов и увлечения добычи именно благодаря этому фактору. То есть, скажем так, ваше видение бизнеса Роснефти на 2023 год. По итогам 2023 года будут показатели хуже, считаете? Ну, вот, может сделать такое? Смотря какие показатели, наверное, добыча может оказаться лучше, чем в 2022 году, просто потому что 2022 год был провал в начале года, который восстанавливался. Сейчас у нас эффект высокой базы, то есть мы стартуем с хорошей добычи. Если даже добыча останется неизменной, то она будет выше, чем в целом по 2022 году. В случае, если добыча сейчас будет принудительно снижаться в силу невозможности реализации или в силу наших отношений со странами ОПЕК, то тогда добыча будет примерно флэт. Дмитрий, заинтересовала меня фраза, которую вы сказали в предыдущем ответе, что не совсем понятно, будет ли реализовано то сокращение добычи, о котором говорил Новак. Я так понимаю, что вы имеете в виду сокращение на 500 тысяч баррелей в сутки в марте, правильно? Почему у вас под вопросом это сокращение? Потому что изначально предполагалось, что сокращение добычи нефти произойдет естественным образом из-за невозможности экспорта наших нефтепродуктов и соответствующего ограничения по транспортным мощностям экспорта нефти. То есть предполагалось, что мы не сможем экспортировать нефтепродукты, придется экспортировать нефть. И вполне возможно, не получится перевести все нефтепродукты в нефть. Но реально ограничения на нефтепродукты оказались гораздо более слабыми или менее жесткими. И в результате мы довольно уверенно экспортируем практически те же самые объемы нефтепродуктов, что и доведение прайс-кэп на нефтепродукты. И в итоге встает вопрос, будет ли это снижение уже организовано неестественным образом, а через, как это у нас раньше было, через некую директиву от правительства и нефтяной компании снизить добычу, исходя из какой-то общей политики государства, которая, наверное, на данном этапе будет отражать наши отношения со странами ОПЕК. Хорошо, интересный вопрос, Дмитрий. Смотрите, вот читал такое мнение, если продолжая разговор о ценовом потолке и подобных ограничениях, читал, что Роснефть за счет сохранения премиального канала сбыта нефти в СТО пострадает чуть меньше от эмбарго и введения новой налоговой системы на фоне остальных компаний нефтегазового сектора. Согласны вы с этим или нет? Тут, скорее, вопрос не в том, что пострадает компания или нет, а какие цифры появятся на консолидированном балансе. Насколько мы видим, сейчас на консолидированном балансе компании оказываются цифры, которые соответствуют условиям ФОП, либо на западном побережье, либо на восточном побережье. И фокус текущего дня заключается в том, что разница между реальными ценами, по которым происходит обмен этой нефти у непосредственных покупателей, это нефтепрерабатывающие заводы Китая или нефтепрерабатывающие заводы Индии, Так вот, разница между этими ценами и ценами ФОП в западных портах наших, они значительно выше, чем между этими ценами и ценами ФОП на военно-востоке. И именно поэтому, в консолидированный баланс Роснефти попадут гораздо более высокие цифры, чем те, кто экспортирует через западные порты. Но да, в этом плане, конечно, консолидированная счетность Роснефти, она находится в гораздо лучшей позиции, чем у других нефтяных компаний. Словно говоря, это премиальный канал сбыта нефти в СТО, о котором идет речь, это как раз-таки канал сбыта через восточные порты. Совершенно верно. Вот, кстати, заговорили тоже мы про цены в разных точках продажи, и заинтересовала меня очень статистика от таможенного управления Китая, которая пришла по экспорту нефти из России в Китай по итогам первых двух месяцев. И из этой статистики мы узнали, что средняя цена барреля, которая входила в Китай, была на уровне почти 74 доллара за баррель. Между тем, вот база для расчета налогов у нас в России базируется на цене нефти Юрлс, и она в феврале была 49. Вот как-то не сходятся цифры. Не доплачивают нефтяники? Это абсолютно так, как это видит Министерство финансов. И, соответственно, Министерство финансов уже изменило базу по плате налогов. Теперь она будет привязана к бренд. Вся разница не сократится. Но, опять-таки, нужно понимать, что 73 доллара или 76 доллара, которые мы видим в Индии, это все-таки цена с учетом транспорта. И транспорт может быть довольно высоким нынче. Вот 20 долларов за баррель, это, наверное, стоимость транспорта, который окупает танкер, такой 10-летний танкер, за одну ходку. И это, наверное, максимальное, что можно предположить. Соответственно, что из 73, от нее 20, получится 53, что все равно выше, чем ваша цифра, которая попадает, которая сейчас называется Юрлсфоб. Не с чем работать в Министерстве финансов, но пока эта цифра должна измениться и быть привязана к ценам бренд. Хорошо, Дмитрий. Это, наверное, последний вопрос по поводу Роснефти, чтобы закрыть уже наше обсуждение. Это, конечно, дивиденды. Все после приятнейшего сюрприза от Сбера к дивидендам, особенно госкомпании, с большим госучастием относятся трепетно и внимательно. Вы, как считаете, можно ли ждать подобных сюрпризов от Роснефти? Я напомню, что за первое полугодие 2022 года Роснефть уже дивиденды выплатила. Там было чуть больше, по-моему, 20 рублей на акцию. Чего ждать за второе? У меня есть, что говорить о мотивировочной части выплаты дивидендов в Сбер. Насколько я понимаю, это некая контрибуция к тем дополнительным налогам до 2022 года, которые все, кроме нефтяников, предполагалось, будут причастны. Таким образом, Сберу уходит от этого обязательства дополнительной контрибуции налогов в российский бюджет. Как известно, нефтяные компании исключены из этого дополнительного сбора, поэтому в этой части мотивировки Роснефть как бы не участвует, ну и любая другая нефтяная компания. А с другой стороны, все-таки у нефтяных компаний будет довольно сложный год с точки зрения, опять-таки, консолидированных балансов, потому что, как только что обсудили, мы платим, они платят, нефтяники платят по Brent, а в консолидированные балансы попадают euros, и это окажет серьезное давление на результаты за 2023 год. За 2024 год нужно платить из того текущего кэша, который сейчас появляется. Поэтому, честно говоря, мы особенно не ожидаем серьезного увеличения дивидендов от Роснефти в дополнение к тому, что получается согласно их текущей дивидендной политике и отраженное в текущих результатах за 2024 год. Дмитрий, с учетом вот этого вашего прогноза, видите какую-нибудь инвестидею в Роснефти сейчас? Ну, это, безусловно, то, что вы упоминали, именно премиальный канал сбыта для большей части своей нефти. Это, конечно, радикально отличает Роснефть от всех остальных нефтяных компаний. Но, с другой стороны, мы понимаем, что 2023 год пока предполагается довольно сложным. Опять-таки, как вы только что сказали, цены на них все-таки падают, даже несмотря на то, что фондовый рынок Российской Федерации пока предпочитает этого не замечать. И тут, скорее, все-таки, как вы опять-таки сказали, это следствие развития макроситуации мировой, нежели каких-то наших специальных страновых особенностей. Поэтому, в данном случае, нефтяные компании и Роснефть также во многом заложники международной конъюнктуры. Спасибо большое, Дмитрий. Как-то вот вы ушли от ответа. Так мы не поняли, что вы думаете по поводу перспектив Роснефти. Но хорошо, с нами на связи был Дмитрий. Мы довольно аккуратно смотрим на весь нефтяной сектор. Поняла. Спасибо. С нами на связи был Дмитрий Лукашев, аналитик нефтегазового сектора. Обсуждали мы отчет Роснефти и общей перспективы компании. Ну а отчастного. Теперь мы переходим к общему и поговорим о причинах нефтяного падения. И с нами на связи Станислав Митрохович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве Российской Федерации. Станислав, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, соответственно, мой первый вопрос. Глобальные общие нефтяные цены за последний месяц потеряли 10 долларов, если говорить о фьючерсах бренд. И многие считают, что каких-то фундаментальных причин для этого нет. Что это все на панике, в том числе банковской панике, банковского кризиса, который случился в США и Европе. Согласны вы или нет? Ну, я думаю, скорее да, чем нет. Но вообще, в принципе, мы исторически же знаем, что цены на нефть очень волатильны. И бывают случаи, когда они падали или росли даже в течение дня больше, чем на 10 долларов. И случаи тоже помним. Поэтому в течение месяца падение или рост на 10 долларов – не что-то такое супер уникальное. Да, скорее всего, игроки рынка отыгрывают вот эту сюжетную линию, связанную с финансовыми проблемами в США. Возможно, экономика будет замедляться. Американцы все-таки очень крупный потребитель нефти. Это пятая часть всей нефти, которая в мире производится в Америке, потребляется. Около 20 миллионов баррелей в сутки. Поэтому, если там будет замедление спроса, значит, и цена имеет смысл. Имеет смысл цену продавливать вниз. Что касается спроса на нефть в Китае, он, видимо, будет восстанавливаться по мере отказа от антикоронавирусных ограничений. Но пока еще не все эти антикоронавирусные ограничения убраны. Даже вот в России, например, сейчас получить визу на два месяца записываться вперед туристическую в Китае. То есть не все так мгновенно у них открывается. Это влияет в том числе и на экономические, энергетические показатели. Что касается перспектив ОПЕКа плюс, ну, пока я не вижу как бы там желания массово какого-то наращивать добычу. Но, с другой стороны, знаете, там опять же, сюжет Саудовская Аравия, Иран, вдруг там между ними снизится конфронтация. Там меньше будет геополитическая премия за риск, которая там всегда существовала. Это тоже может быть мотивом для игроков рынка снижать стоимость нефти. Да, Станислав, вот вы уже в своем ответе затронули сразу несколько тем, о которых я хотела вас расспросить. Первая тема, это, наверное, даже начну с Китая. Вот вы сказали, что по мере открытия китайской экономики будет восстанавливаться спрос на нефть. Но между тем, вот я посмотрела данные, что за первые два месяца текущего года импорт нефти Китаем составил 10,5 миллионов баррелей в сутки. Что на 8% ниже уровня декабря 2022. То есть вот пока видим мы какое-то даже сокращение. Ну, это если сравнить с декабрем, тут вопрос как бы сезонного фактора. Ну, вот даже сам факт, что условно-то визы в Москве получить Китай не так сейчас просто, это означает, что на самом деле открытие Китая происходит не так быстро, как некоторые ожидания. И поэтому и рост спроса на нефть будет тоже относительно медленно по сравнению с экономистическими ожиданиями. Ну, сравнивать, я думаю, имеет смысл год с годом или там хотя бы кварталы с кварталами. Посмотрим. Я все-таки верю в то, что Китай будет восстанавливать спрос и в конечном счете это поддержит стоимость нефти. Ну, может быть, не сейчас, может быть, уже на горизонте несколько месяцев в текущий момент. Второй вопрос, да, про который вы уже вскользь упомянули, но хотелось бы его более подробно раскрыть. Последние дни постоянно читаю в инвестиционных сообществах, в том числе обсуждение формирования такого золотого треугольника в составе Саудовской Аравии, Ирана и Китая. Саудовская Аравия после многолетней вражды вроде как налаживается у нее отношение с Ираном. Вражда была из-за, в том числе, религиозных причин. Сейчас король Саудовской Аравии даже пригласил в гости представителя Ирана, чего не было много-много лет. Соответственно, вот это вот, и все это делается при каком-то помощи и взаимодействии вместе с Китаем. Вот формирование вот этого треугольника, где Саудовская Аравия, Ирана поставщики нефти, Китай покупатель нефти. Как это вообще может изменить расстановку сил вот на мировом, в том числе сырьевом рынке? Ну это очень хороший вопрос, но здесь просто слишком много как бы разных расходящихся линий может произойти. Потому что один сюжет, это вот вы говорите треугольник, да, то есть как это будет связано с новыми правилами игры. Может быть будет какая-то новая логистика, новая инфраструктура торговли. Например, напрашивается торговля в юане, да, потому что и Саудовская Аравия, и Иран теперь могут импортировать товары напрямую из Китая, минуя долларовый транзакт. Ну совершенно нет такого смысла заказывать товары Саудовской Аравии из Китая с помощью долларов. Ну Иран, учитывая иранские отношения с Америкой, тем более ему доллары в формате, пока мерит, проговляя с Китаем, они нужны для самого Китая, это распространение своего финансового влияния. Что касается наших интересов. Ну на самом деле у России очень неплохие отношения и с Саудовской Аравией, и с Ираном. С Ираном мы очевидный военный и тактический союзник в ряду вопросов. С Саудовской Аравией мы вполне себе уверенные долговременные партнеры по опеку плюс, но вместе с тем мы прямые конкуренты обеих этих стран по тем товарам, которые мы экспортируем на международный рынок. В том числе, кстати, в Азию, в том числе тот же самый Китай. Поэтому здесь мы, как бы, было бы, наверное, не в супербольшом восторге, если Иран резко нарастил добычу и начал нас эти снять. Хотя мы желаем Ирану успеха, и мы с Ираном торгуем, и он нам нужен по военным делам, но тем не менее. То же самое касается относительно Саудовской Аравии. Мы не хотели бы, чтобы они массово нарастали добычу массированно, как от них требуют американцы. Может быть, нам получится согласовать наши интересы в рамках ОПЕКа плюс. То есть мы там договоримся, чтобы, да, Иран устанавливал свою добычу, но потихоньку, не слишком быстро. А Саудовская Аравия и ее ближайшие арабские партнеры, типа Эмиратов, тоже не торопились наращивать добычу без согласования с нами. Что касается Китая, если вот такой взять уже четырехугольник, Россия, Китай и Ближний Восток, то есть другие инструменты и другие форматы, где тоже можно взаимодействовать. Какой-нибудь там BRICS и тому подобное. Вот. Но вот я уже упомянул, что одним из мотивов все-таки снижения цен на нефть, может быть, ожидание спадения геополитической премии риска, да, которая все время существовала. Потому что мы десятилетиями жили в ожиданиях того, что между Саудовской Аравией и Ираном может начаться война. Сейчас, наверное, вероятность такого сценария снижается, и это тоже отражается в том числе в стоимости нефти. Станислав, а учитывая все эти сложные отношения между Россией, Саудовской Аравией и Китаем, насколько вообще велик потенциал увеличения наших поставок той же нефти в Китае, учитывая, что мы уже обошли по итогам двух месяцев Саудовскую Аравию по объемам поставок некогда ключевого поставщика нефти в Китае, но, судя по всему, 100% рынка китайского занять мы не сможем своей нефтью. Видимо, какая-то доля плюс-минус останется той же самой, на мой взгляд. Или вам кажется, что действительно есть какой-то потенциал для увеличения этой доли? Нет, но мы же просто все перенаправляли из Европы. У нас же был ключевой рынок Европы, мы туда, мы с европейского рынка забираем на восток. Это касается морских поставок нефти, и судя по тому, что происходит с нефтепроводом «Дружба», нам придется еще и остатки нефти, которые идут по дружбе, тоже перенаправлять в Азию. А Саудовская Аравия и другие страны Ближнего Востока, они перенаправили свой экспорт с азиатских рынков в Европу. В Европу же остатки поставки нефти, нефти продуктов из Саудовской Аравии и других стран Ближнего Востока. Это такое глобальное перенаправление нефтяных поставок. Мы, разумеется, не можем достичь 100% на рынке Китая, это не нужно самим китайцам, они же сумасшедшие, это уже зависит исключительно от нас. Но, с другой стороны, на фоне многих других поставщиков, которые либо подконтрольны американцам, или на которые американцы могут оказывать влияние, я имею в виду, в нефти, либо которые зависят от морских поставок в Китай, которые тоже могут быть перекрыты американцами в случае Тайваньского кризиса или еще чего-то. В этих условиях, конечно, для Китая иметь надежный тыл в виде России, в виде трубопроводных поставок, в части морских поставок, в том числе, которые идут через альтернативную американцам инфраструктуру, я имею в виду, другие трейдеры, другие валюты, другие страховщики, другие судовладельцы. Это для Китая, на мой взгляд, было бы интересно. Я вообще думаю, что Китай будет вместе с Индией в ближайшие месяцы и годы пытаться выстраивать эту свою собственную логистику. То есть, вместо того, чтобы мы до сих пор по прайскепу работали условно-греческими судовладельцами, китайцы будут нам постепенно предлагать как минимум часть переводить на китайских судовладельцев, китайских страховщиков. Хорошо, потому что в этих условиях у нас собственные судовладельцы и страховщики развивались. Но если часть перейдет на китайцев или индийцев, я думаю, нас это тоже должно устроить. Ну да, у нас, в принципе, есть сюда верх наша звезда, на которой тоже вся надежда. Будем надеяться, что планы реализуются. Спасибо большое, Станислав. С нами на связи был Станислав Митрохович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности. Обсуждали мы падение нефтяных цен и геополитический расклад на рынке нефти. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова